Время новостей на телеканале «Север» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Как использовать материнский капитал? Кто имеет право на его получение? На эти и другие вопросы от жителей Заполярье ответили в ходе семейной приемной. Более 20 километров по Печоре, минуя Тельвиску и Устье, православные христиане накануне отправились в крестный ход к Пустозерску. В нашем эфире кадры из первого русского города за Полярным кругом. Оригинальные интерьеры из экологичных материалов и традиционная северная кухня в европейской окантовке. В Нарьинмаре состоялось торжественное открытие «Аристобара Кочевник». Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска важная информация для жителей Заполярье. 3 марта по Ненецкому округу ожидается усиление ветра. Так, в Нарьинмаре порывы будут достигать 20 метров в секунду. По западному побережью округа – до 28 метров в секунду. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Ненецкому округу рекомендует жителям без необходимости не покидать жилых помещений. При нахождении на улице обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и не находиться рядом с ними. Кроме того, не рекомендуется выезжать за пределы населенных пунктов. В Нарьинмаре в общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева прошел тематический прием граждан в рамках недавно созданной семейной приемной. Он был посвящен новым мерам социальной поддержки, обозначенным в послании президента. В частности, изменением в правила использования материнского капитала. Мероприятие прошло при участии секретаря Ненецкого реготделения «Единой России» Дениса Гусева, его заместителя Максима Арбузова, уполномоченного по правам ребенка Галины Гуляевой, а также представителей пенсионного фонда, отделения соцзащиты населения и окружного профильного департамента. Ирина Никешина продолжит. Всего за три часа приема граждан было рассмотрено 15 обращений на ренмарцев, как личных, так и сделанных по телефону и электронной почте. Участники семейной приемной ответили на вопросы, связанные с использованием материнского капитала, правом его получения и индексации соответствующих выплат мат-капитала. Кроме того, несколько вопросов касалось проблем, с которыми людям пришлось столкнуться при оформлении тех или иных мер социальной поддержки. «Обратился гражданин, который сомневается в том, что различные выплаты по уходу за детьми до полутора лет и до трех лет можно оформить на одного члена в семье, а нужно для этого привлекать кого-то еще бабушку, дедушку или какого-то родственника. Оказалось, что это не так. Мы ему объяснили, что не стоит пока волноваться, а можно смело идти в соцзащиту и оформлять на одного из родителей обе этих две выплаты». Еще одно обращение касалось состояния здоровья несовершеннолетнего. Жительница региона рассказала, что с ее 10-летнего сына, который лишился глаза, в 2017 году была снята инвалидность. Теперь семья не может использовать для изготовления глазного протеза материнский капитал. Протез делается индивидуально и стоит от 8 до 10 тысяч рублей, которые семье собрать трудно. «Заболевание осталось, все те же самые проблемы остались, но по критериям, которые установлены федеральным законодательством, эти дети не подлежат, не могут быть инвалидами. И вот здесь как раз такое обращение, а инвалидность, казалось бы, это не самое лучшее, что может быть у человека. Но с другой стороны, именно инвалидность установления, оно дает людям преимущества, которые помогают просто жить человеку. Это и медицинское сопровождение, более, скажем, упрощенное для таких граждан». «Случай требует немедленного реагирования и изменений в федеральные нормативно-правовые акты», прокомментировал ситуацию Максим Арбузов. Парламентарии намерены обратиться с этим вопросом к депутату Государственной думы Сергею Коткину и уполномоченному по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой. В свою очередь, секретарь Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Гусев сказал, что реготделение поможет изготовить ребёнку глазной протез и возьмёт на себя связанные с этим расходы. Молодые парламентарии Ненецкого округа предлагают установить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в образовательных и медицинских организациях, учреждениях социальной защиты, культуры и спорта. Соответствующий законопроект обсуждался накануне на заседании Общественной молодёжной палаты при окружном собрании депутатов. Как сказано, в пояснительной записке к проекту молодые люди без каких-либо ограничений приобретают энергетики, чрезмерное употребление которых наносит вред их здоровью, сравнимое с неумеренным потреблением алкоголя. В то же время медицинское сообщество утверждает, что регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний. Законопроектам предлагается установить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в образовательных и медицинских организациях, в учреждениях социальной защиты, культуры и спорта. За нарушение предусматривается административный штраф для молодых людей от 500 до 1500 рублей, на должностных лиц от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц от 10 000 до 15 000 рублей. Проект закона планируется обсудить со специалистами в сфере здравоохранения, общественниками, родительскими сообществами и представителями бизнеса. Первый день весны православные христиане Ненецкого округа отметили крестным ходом в Пустозерск. Традиция была заложена еще в 2012 году. Примечательно, что в этом году зимний крестный ход совпал с последним днем масленичной недели, в прощенном воскресенье. Вместе с прихожанами Богоябленского собора в Пустозерск отправилась и наша съемочная группа «Репортаж Ольги Русул». Более 20 километров по Печоре, минуя Тельвиску и Устье, крестный ход к Пустозерску двинулся на специальной снегоходной технике. В треколах, воздушных подушках и снегоходах. От берега городище только пешком. 500 метров по глубокому снегу с хорубями и знаменами. Только истинно верующий христианин для того, чтобы совершить молебен в Пустозерске, может преодолеть такие трудности – непогоду и огромные сугробы. Стоически переносят трудности даже маленькие паломники, которые пустили сегодня в этот путь вместе с родителями. Мы сегодня идем в крестный ход. В Пустозерск очень сложно добраться. С ним вы утопали? Нет. Я чуть не утопился один раз. Я тоже чуть не утопился, но с головой мы не утопали. Епископ Наринмарский и Мезенский Иаков с духовенством служат молебен. Собравшиеся молятся за всех северян, за нашу землю, за то, что святой Пустозерск не канул в лету. Место для проведения торжественного богослужения выбрано не случайно. Именно здесь раньше находилась одна из четырех церквей Пустозерска – Преображенский соборный храм. В этот день свершилось еще одно важное событие. Епископ Иаков вручил высокую церковную награду прокурору Николаю Егорову. Своими самоотвержденными трудами. И получить награду за семь лет моих трудов очень приятно и ответственно. Мы всегда будем стоять на защите православия, тех начинаний, которые были очень давно и которые сейчас будут прозвращены в нашей Конституции, Российской Федерации. На месте соборной Преображенской церкви люди молились о благопытии, возрождении и будущности Русского Севера, Российской Арктики. Если в душе есть вера, она должна быть вера и в страну нашу, и в духовность нашего народа. Она, наверное, всех нас должна объединять. Я очень благодарен судьбе, что оказался на этом крайнем севере. Увидал его. Мне все здесь очень нравится. А уж Пустозерск, жаль, что я не увидел его в той красе, которую он раньше видел. Я только фотографию видел и планы города Пустозерска, храм, который здесь на этом месте стоял. И я думаю, что этот храм когда-нибудь здесь будет стоять. Владыка Яков отметил, что каждый год, несмотря на сложные погодные условия, трудный и тернистый путь к Пустозерску, Господь дает православным Нарьинмарского прихода знамение. И вот когда мы собрались и двинулись, было пасмурно. И вдруг я в окошке вижу солнце и понимаю, все будет хорошо. С Божьей помощью мы дойдем и помолимся, и будет такое же радостное преодоление трудностей и благословения Божьей и небес для всех, кто собрался здесь, смог этот совершить путь, но и для всех, кто здесь живет, кто хранит в своих сердцах и веру православную, и любовь к родине, и любовь к своей земле, которая суровая, но такая благодатная и счастливая. Добавим, что крестный ход в городище Пустозерск совершается прихожанами Богоявленского собора дважды в год, летом и зимой. Ольга Русл, Влад Ткачев, Телеканал «Север». В минувшую пятницу в этнокультурном центре состоялась презентация первой книги про заика, члена Народного литературного объединения «Заполярье» Ольги Латышевой «Тундровые радости маймы». В издании описана жизнь кочевников, сложные быты, вековые традиции ненецкого народа глазами маленькой девочки. Подробности у Екатерины Дементьевой. Ожившие герои будто сошли со страниц книги про девочку Майму. На импровизированной сцене автор рассказывает о прототипах героев, ведь каждый из них – это член её семьи. В качестве музыкального сопровождения звучат песни голосом бабушки автора, прокладывая мостик через время. «Я работаю в этнокультурном центре с 2007 года. Как раз-таки вот с этого времени у меня стали выходить рассказы. Поскольку в этом же году появился детский журнал «Понушка», его нужно было наполнять. А хотелось, чтобы детям было это интересно, доступно. Я решила познакомить с ненецкой культурой в виде рассказов от имени маленькой девочки Маймы. Это первая подобная книга, рассказывающая на простом языке об особенностях кочевой жизни в Канинской тундре, вековых традициях, о простых радостях тундровых детей. Тираж в тысячу экземпляров передан в образовательные и культурные учреждения Ненецкого округа. Познакомиться с книжкой о жизни Маймы можно во всех библиотеках округа. Екатерина Дементьева, Владислав Скачев, Телеканал «Север». В центре «Особое детство» играли в веселые старты с элементами квеста. На игру собралось более 50 человек. Приехали гости из клуба «Поиск в оселке Красное» – танцевальный коллектив «Орхидея». За соревнованиями наблюдала и наша съемочная группа. Эти аплодисменты в честь всех участников сегодняшнего мероприятия. А на веселые старты собралось без малого 50 человек. Это дети, их родители и педагоги. Программа праздника подготовлена так, что никто не останется равнодушным. Я сегодня пришел на конкурс, просто попить чай, ну, на чай пить я пришел. Тебе здесь нравится? Да. Я много чего сюда пришел сделать. Например? Хочу, чтобы мой папа выиграл. Здесь разбирать пулемет, но я не знаю, как называется. Наверное, Калашников, пулемет Калашников. Я перезаряжал патроны, ну, и можно перезаряжать патроны. Все участники разделились на четыре команды. Конкурсы несложные, но определенная сноровка все же нужна. Особенно при сборке-разборке автомата, знании воинских терминов. Семья Белугинах, например, с этим заданием справилась на ура. До сложного ничего, в принципе, это нет. Главное, что время было. Ну, только началось это все, еще как бы сложного, да, со сложностями столкнулись. А тебе что понравилось уже, в чем ты участвовал? Я мне понравилась, что я в стомнатах, что я стрелял. Впрочем, участники клуба «Особое детство» отмечают, что грустно в этих стенах не бывает никогда. Очень нам нравится сюда ходить. Мне семья очень рада, что тут открылся. У нас рядом, тем более, дома. В город не могли ездить. Да, нравится. А в каком конкурсе ты уже участвовал, что ты делал? Я? Да. Я собаку переносил. Через мост? Помощь в организации праздника в центру традиционно оказывают работники полиции и Росгвардии. Еще в прошлом году между «Особым детством» и «Обществом Динамо» был заключен договор, в рамках которого происходит тесное сотрудничество. И вот то, что они вместе работают, как одной семьей, мне кажется, это очень дорого. Тут и сплоченность коллектива, и вот какая-то дружба. Ведь они потом все равно где-то встретятся и узнают друг друга. Я считаю, что это здорово. Реализовать сегодняшнее мероприятие удалось благодаря грантовой поддержке от администрации Ниинского округа. Он, конечно, небольшой, но тем не менее он позволил собрать ребят поселка Красное, это целых две команды, ребят из детского дома, ребят переселенцев из других регионов, то есть мигрантов и беженцев, ребят региональной общественной организации «Особое детство». Участники «Особого детства» с нетерпением ждут, что вскоре их центр поменяет адрес. В планах переехать в новое здание. Оно специально построено под нужды организации. И станет настоящим реабилитационным центром для детей с особенностями развития. Хочется выразить большую благодарность Александру Талевичу Собольскому. И хочется выразить огромную благодарность таким организациям, как «Общество Динамо», «Русский дом», девочкам из коллектива «Орхидея», «ВПК Поиск». Ну и многим другим, которые нам безгранично, безвозмездно помогают. Несмотря на то, что соревнования носят шуточный характер, жюри обозначило победителей. Ими стала команда «Виват» из поселка Красное. Все участники получили грамоты и сладкие подарки. Участники клуба «Особое детство» надеются, что следующее крупное мероприятие, летний лагерь пройдет в новом современном просторном здании. Ольга Русул, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Оригинальный интерьер из экологичных материалов и традиционная северная кухня в европейской окантовке. Накануне в Нарьинмаре состоялось торжественное открытие «Рестобара Кочевник». Ребрендинг ресторана был проведен с помощью регионального центра развития бизнеса в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Все подробности прямо сейчас. Приятные хлопоты и финальные штрихи перед тем, как обновленный интерьер представят гостям «Рестобара Кочевник». Бренд-шеф Наталья Космачева готовит авторский ужин по случаю открытия. В меню – блюда из местных продуктов – рыбы, мяса и ягод, но оформленные по-особенному. Конечно же, меню будет делать уклон именно на северную кухню, на вашу национальную кухню, но очень хочется именно сейчас уйти немножко в этот красивый европейский формат. То есть ничего прям, что-то такого необычного мы готовить не будем. Мы сами коптим сига, мы сами запекаем, фаршируем этого же сига. Мы немного переделали, то есть у вас вот струганина, лосось, скросолка ваша. То есть мы из этой же скросолки сделали очень интересные холодные закуски. С добавлением мягкого сыра, маслиной пудры. Мы сейчас очень много используем таких вот, добавляем масла, грецкого ореха, трюфельная пудра, фисташковая крошка. Северные блюда в европейской окантовке и уникальный интерьер. Практически весь декор выполнен из экологически чистых материалов – дерева и металла. А в стиле прослеживается сдержанный северный минимализм. Рыболовные сети, лыжи и, конечно, северные олени. Да, да, птички наши, мастер Нарин Марский, бревна, тоже Кокурин делал Евгений. Крышу мы привезли, все руками, но такого нигде нет. Обсуждали каждую деталь, которая здесь. Мы старались все зонировать, чтобы было интересно. Гости выбрали для себя любимый столик. Но самое интересное началось потом, когда вот это мы стали всем. Когда нарисовали, картинка есть, и мы столкнулись, что кто, где, как это все делать. И получилось так, что тут все, очень многое сделано руками. Обновленный рестобар – атмосферный уголок в центре Нарин Мара, который позволит туристам прочувствовать всю романтику севера. На создание интерьера ушло 55 дней. На полный же ребрендинг ресторана потратили около полугода. Идею Оксаны Курленко поддержали в Центре развития бизнеса. Первый проект у нас был фрегат «Пустозерский». То есть мы ребрендинг проводили именно по фрегату, пустозерскую историю, пустозерская кухня, пустозерские наряды. То есть как бы им поняли, что как раз такие проекты работают. И вот следующим этапом у нас пошло ребрендинг за полярной столицей. При поддержке Центра развития бизнеса мы провели аудит существующего ресторана нашей территории, наших потребностей, потребностей въезжающих туристов. Далее провели работы по самому ребрендингу, включая цвета, логотипы, варианты сувенирной продукции. И непосредственно, конечно, разработка меню. Теперь «Аристобар Кочевник» будет привлекать еще больше жителей и гостей Нарьинмара своей аутентичностью и изысканной северной кухней. Первые посетители остались в восторге. Ну что я могу сказать? Вау! Только одно вау! Да, на самом деле очень изысканно. Я не могу сказать, что это вот прямо шикарно. Очень сдержанно. В наших северных, как бы сказать, мотивах. И мне очень-очень нравится. Сложно, сложно, сложно сразу сказать, но я говорю, ну вот восхищен. Вот прекрасно, вот ярко. Интерьер действительно обновленный. Он очень свежий, необычный для нашего города. Попадаешь как будто бы в какой-то другой город, заведение. И все так красиво. Я еще не осмотрелась, но вижу, что это все такое свеженькое. Все такие гостеприимные, добродушные. Сервировка отличная. Стоит отметить, что «Рестобар Кочевник» – это большой гастрономический проект Ненецкого округа в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной инициативы при содействии администрации Ненецкого округа и Минэкономразвития России. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...